К нам присоединяется Фёдор Крашенинников, политический аналитик, публицист. Фёдор, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете сегодняшнее выступление Путина? Его попытку, что ли, сменить политический ракурс завтрашнего саммита, то есть навязать ему свою повестку, и насколько вам кажется, она реализуема? Ну, я не согласен с вами, что Путин так переживает, что его не позвали туда, потому что это бенефис Зеленского, это Зеленский придумал эту конференцию, и она задумывалась как триумфо-украинской дипломатии, поэтому я сомневаюсь, что Путин туда поехал, даже если его позвали. И я воспринимаю его слова как такую злую пародию на мирный план Зеленского, потому что мирный план Зеленского с точки зрения Путина также невыполним и нереалистичен, как то, что сказал сегодня Путин с точки зрения Зеленского. Поэтому я бы это рассматривал именно как такая вот злоя перед разными. То есть вы хотите там собраться, обсудить план, по которому Россия должна вывести войска с Украины? Ну, а вот встречное предложение. А давайте все наоборот. Украина выведет войска из Запорожья, значит, и Херсона, и признает новые границы России. Конечно, он не верит, что это будет принято, конечно, он не верит, что это будет обсуждать, но как бы подчеркивает, что если вы хотите обменяться нереалистичными идеями, так извольте. И плохое в этом то, что он фактически обозначил те минимальные цели, которые он перед собой ставил. То есть оккупацию не Харьковской области, насчет Харькова он ничего не сказал, а оккупацию Херсонской и Запорожской области, потому что он имел глупость их записать в российскую Конституцию. Я так понимаю, что он для себя решил, что если, так сказать, факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов. Будем подгонять реальность под то, что написали на бумаге. Вот как я воспринимаю свалку, и мне кажется, все это довольно трагично, в этом нет абсолютно ничего хорошего. Как вы думаете, будут ли, собственно, на саммите политические деятели-лидеры отвечать каким-то образом Путину на его предложение? Слушайте, ну, давайте начнем с того, что я не хочу, конечно, никого расстроить, но, по-моему, саммит уже провалился как таковой. Почему? Ну, во-первых, туда не приедут целый ряд крупных стран и лидеров. Во-вторых, из 10 пунктов плана Зеленского более-менее все согласились на подписание, как я понимаю, трех пунктов гуманитарных, которые не с тех самых главных. Поэтому ждать чего-то от этого саммита, я не очень понимаю, чего от него ждать. Но соберутся, выразят озабоченность и разъедутся. Очевидно, что никакого изменения в войне, в ситуации в мире этот саммит не приведет. Но, во всяком случае, я буду крайне удивлен, если по итогам вот этого совещания на швейцарском курорте хоть что-нибудь изменит свою сторону. А что в этой ситуации вообще может заставить привести стороны, например, к переговорам? Ну, мне кажется, судя по тому обмену любезностей, которые мы наблюдаем между руководством России и Украины, ничего, кроме военного победы. То есть вот кто-то, та из сторон, которая на поле боя уничтожит больше всего другой и заставит другую сторону оступить, сдаться, капитулировать, ну вот она сможет что-то добиться. К сожалению, никакими совещаниями, конференциями, переговорами, декларациями пока даже и не пахнет. Путин, судя по всему, очень уверен в том, что у него хорошо идут дела. Он верит в свою армию, он считает, что она наступает. Он про это прямо и говорит. Поэтому ждать, что он вдруг пойдет на какие-то мирные переговоры, будет отступать, к сожалению, вообще не приходится этого ждать. И я не думаю, что Украина готова пойти на такие условия, которые выдвигает Путин, абсолютно фантастически. Поэтому, к сожалению, мы будем наблюдать еще много месяцев, а может быть и лет, вот эту страшную войну. И последнее. Как вы считаете, вот сегодняшняя якобы мирная риторика Путина, может ли она произвести впечатление на граждан России, и что вот, пожалуйста, мы открыты для переговоров, мы хотим прекратить кровопролитие, мы хотим обратно дружить с Европой и Украиной, это они не хотят? Ну, какие граждане России? Нет никаких граждан России в том смысле, что все они одинаково мыслят. Но ту аудиторию, на которую осмотрят рот Путину, произведет впечатление, на всех остальных не произведет. То есть так как нет никаких граждан Украины одинаковых, или там жителей Евросоюза, нет никаких граждан России. На каждого конкретного жителя России это произведет то впечатление, которое он сам уже имеет по поводу Путина войны. Те, кто поддерживает Путина войну, скажут, все правильно, мы за мир, вот и Путин говорит. Те, кто все это отрицают, для них, я думаю, что ничего нового Путин не сказал, они только поморщатся и скажут, ну, все понятно, будет война дальше. Спасибо большое. Это был политический аналитик Федор Крашенинников. Мы обсуждали сегодняшнее выступление Владимира Путинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова